Микрозаймы 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 туда приходит человек, на него оформляют кредит, а дальше уже, как говорится, все становится очень печальным. Ну, то есть не могу сказать, что это нечестно, но, однако, звучит так, как будто бы вот эти МФО действуют, ну, не совсем по светлым схемам. Как вы можете прокомментировать, вообще, как часто в Украине микрозаймы действуют незаконно или по каким-то теневым таким хитрым схемам? Ведь все мы знаем историю о мелком шрифте в самом конце сложносочиненного договора. Как думаете? Или все-таки манипуляция происходит именно вот как вы сказали, что все открыто, все честно, договоры все ясные и явные, просто эти МФО располагаются в среде очень обильной на тех людей, которые могут попасться на эту ловушку? Ну, мы изначально говорим о самой структуре микрофинансовых организаций, то есть как о реальном бизнесе, который имеет право на существование. А после того, как этот бизнес начинает существовать, в нем появляются разные серии лазейки для того, чтобы продавец, то есть хозяин данной кредитной организации, имел возможность увеличить свою маржу, то есть больше зарабатывать. К сожалению, в законодательстве Украины больше зарабатывать – это использовать не совсем законные схемы. Но, опять же, я знаю, что в этом году произошли изменения в законодательстве, связанные с ректорами, с МФО, и те превышения, те санкции, наказания, которые были в прошлом году, они уже не могут быть использованы, и такие процентные ставки, как больше 500% годовых, автоматически уже ушли в небытие. И, опять же, написание мелким шрифтом на текущий момент времени является незаконным. Но оно присутствует. А присутствует почему? Потому что не такой жесткий контроль, потому что люди, которые туда обращаются, им, условно говоря, без разницы, что там написано. Им важно только то, чтобы по их паспорту, по их коду, им максимально быстро выдали максимально большую для них денежную сумму. Потому что они изначально приходят с той целью, что они не будут отдавать эти денежные средства. По причине того, что тот процент, который выплачивают люди, обращаясь в микрофинансовые организации, он не соизмерим с тем точником дохода, на клиентов, в которых оно рассчитано. То есть люди, которые открывают такие точки, они понимают сегмент рынка, на который они будут предоставлять кредиты. И если быть уже полностью откровенными, то они прекрасно понимают, что их 90% клиентов кредиты возвращать просто не сможет. В чем же тогда выгода этих микрофинансовых организаций? Я думаю, это логичный вопрос. Возможно, с экономической точки зрения я могу показаться дилетантом, но если владелец, МФО, понимает, что 90% его заемщиков не вернут ему средства, как он может рассчитывать на финансовую выгоду? Они для этого используют дальнейшее... Они знают о том, что человек, наверное, ту сумму берет, и они готовятся к судебным тяжбам с этим человеком. Они же не каждому клиенту выдают такую сумму денежных. Они изначально смотрят физическую возможность вообще применения с ним каких-то дальнейших судебных тяжб. И если человек обладает каким-то имуществом, если у человека есть какие-то родственники, если у человека есть какие-то материальные активы у его товарищей и знакомых, то та сумма, которая выдается, еще раз хочу сказать, это в районе двух, трех, четырех, до пяти тысяч гривен сумма, она не такая большая для людей, обладающими этим бизнесом, как сама возможность получить более большую прибыль в случае судебных разбирательств. Когда человек подписывает договор, он автоматически подвергает риску не только себя, но и членов своей семьи. Если раньше коллекторов все очень боялись, сейчас законодательство стало к ним более жестче, но все равно судебные тяжбы никто не отменял. Человек, взявший кредит, будет за него отвечать в полном объеме. И наше законодательство точно так же, ну тут больше надо обращаться к селинному юристу, к юристу, который занимается именно адвокатской деятельностью, не больше такая практика. Он подвергает риску точно так же и членов своей семьи, потому что суды в нашей стране никто не отменял. Мы идем к правовому государству, где все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, будут решаться именно в судебном порядке. То есть хозяин МФО, он знает, что сумма денег, которую он сейчас отдает, он теряет практически навсегда, но получает клиента, с которым в ходе судебных разбирательств сможет вложенную денежную сумму увеличить, ну, я думаю, как минимум в два, а то, может быть, их в три раза. Кирилл, давайте как раз подробнее о тех процентах, о которых вы говорите. Вот если я прямо сейчас возьму микрозайм в среднестатистическом МФО, сколько мне придется заплатить через месяц? Ну, приблизительно, чтобы наши зрители понимали, о каких процентах идет речь. Я уже начал говорить о том, что в прошлом году такие проценты достигали больше, чем 300% годовых. Есть практика, когда это было 500% водовых. На текущий момент времени средняя процентная ставка по микрозайму это примерно, примерно, опять же, от 0,5% до 1,5% в день. Но законодательство Украины регламентировало то, что штрафная санкция не может быть больше, чем двойной размер от той суммы кредита, которую получил человек. С точки зрения финграмотности, кредиты, это вообще здоровая история? Вот можете ответить, как экономист? Конечно. Да, я всегда придерживаюсь и всегда рассказываю на своих занятиях о том, что весь мир живет в кредитных средствах, потому что кредитных средств намного больше, чем собственных. И они не такие дорогие, как многим людям рассказывают. Поэтому брать кредиты очень выгодно. Но перед тем, как брать кредит, надо потратиться на одну ручку и на один листик. Ну, желательно, конечно, потратиться и на свое образование. Или припостить к человеку, который имеет определенное экономическое образование. И с помощью этой ручки и этого листика написать то, зачем вы берете денежные средства. И когда вы поймете, зачем вы их берете, вы тогда автоматически ответите на вопросы, сможете ли вы их вернуть через тот период времени, который нужен. Микрозаймы, которые существуют в Украине, которые практически вымерли в развитых странах, они связаны не для того, чтобы реализовать какие-то производственные потребности, какие-то длительные интересы. Это займы для людей, у которых нет возможности приобрести определенные потребительские товары и услуги именно в текущий момент времени. Большая часть расходов, которые тратят люди, получившие микрозаймы, это связано с их физиологическими потребностями именно сейчас. Предугадали практически мой следующий вопрос. То есть это зачастую какие-то необдуманные покупки, то есть захотелось что-то купить, тут же зашел в микрозайм, получил деньги, даже не нужно было их зарабатывать, в этот же день получил ту вещь, которую ты захотел. Абсолютно правильно. Вот ваш ведущий перед этим рассказывал, что психология человека, ничего не делать и получать при этом какие-то блага. Вот здесь тот же самый принцип и работает. Человеку ничего не надо делать, он пришел, получил пару тысяч гривен, а дальше условно его не очень это беспокоит. Но кредиты это очень выгодно. Кредиты надо брать. Кредиты надо брать в проверенных структурах, кредиты надо брать в коммерческих банках, но там и требования более жесткие, и условия более большие. Поэтому есть такой критерий, который характеризует уровень развития экономики. Не надо считать там страшные вещи, такие как ВВП, национальный доход, а лучше посмотреть, насколько увеличивается количество ломбардов и количество точек по предоставлению микрозаймов в данном государстве. И если это количество увеличивается, значит уровень экономического состояния населения падает. Чем быстрее оно увеличивается, тем больше оно падает. Кирилл, у меня к вам последний вопрос. Все-таки нас, возможно, смотрят те люди, которые понабрали кредитов. Как вернуть кредит, если у человека их уже много, возможно, не по одной кредитной карточке и не в одном МФУ? Надо обязательно контролировать все свои финансовые обязательства, не только личные, но и семейные. Для этого я рекомендую обратиться в такие органы, как банковские учреждения. Я знаю, что у нотариусов и адвокатов есть даже такая возможность, чтобы они по всем банковским учреждениям дали запрос о том, есть ли какие-то обязательства, нет у вас каких-то обязательств, и навести порядок в своем финансовом сегменте. Если же вы выявили какие-то обязательства, о которых вы не знали, или о которых вы забыли, идти в суд. То есть у нас правовое государство, никого не бояться, ни о чем не переживать, нанимать хорошего, качественного адвоката и защищать свои интересы, как это делают все жители других государств в судебном порядке. Спасибо вам большое за ваше мнение, за вашу откровенность. Это на самом деле был достаточно честный разговор про микрозаймы. Благодарю вас за то, что присоединились сегодня к разговору в нашей студии. Ну а мы продолжаем. С нами был Кирилл Агданский, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и оригинальной экономической политики. Кстати, о коллекторах. Как все-таки защититься, когда коллекторы угрожают или навязчиво звонят по телефону из-за просроченного кредита, например, соседа? Если вы лично не давали разрешения на использование вашего телефона, финансовые компании и коллекторы нарушают законодательство. Если вам поступают звонки или письма относительно кредита, который вы не брали и по которому не выступали в качестве поручителя, можно говорить о нарушении закона о защите персональных данных. Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. В финансовой компании коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца. И об этом говорят эксперты-юристы. Помните, если коллектор угрожает, он нарушает законодательство. Такие методы работы коллекторов как угроза, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование ругательных слов в сообщениях, распространение обидчивых фотоколлажей и тому подобное нарушают ряд статей Конституции. Это статьи 3, 21, 22 и 32. И Гражданского кодекса статьи 3, 291, 301, 302 и 308. Уголовного кодекса даже статья 182. Если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, придерживаясь официальных процедур, предусмотренных законом об исполнительном производстве. Коллекторские компании имеют право только информировать должника или получателя по кредиту о наличии долга. Напоминаем, что чтобы не иметь проблем уже после заключения договора, стоит брать кредит только в проверенных компаниях. А вот как раз с человеком, который все-таки попался в кредитную ловушку, мы уже связались. Яна Кривобок, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочется узнать вашу историю. Как вы обнаружили, что у вас есть тот кредит, который вы не можете погасить? Дело в том, что кредит был даже не мой. Его взяли, ну, его взяла не я лично, а подписали, как меня, как это называется, поручителем. Вот, меня взяли поручителем, в итоге человек, который, собственно, брал кредит, куда-то пропал и исчез, потому что у него был очень уже большой долг, что коллекторы прям били-били во все. Если не секрет, о каких суммах идет речь? Большой долг — это сколько? Большой долг — это в районе миллиона. Да, большой долг. Да. Вот, но как бы поскольку я не присутствовала и не имею к этому никакого отношения, и при этом даже не знаю человека, что самое интересное. Лично, не знаю, как бы он был связан с нами как с семьей, но лично со мной не знаком. И я с ним тоже. В итоге мне стали звонить коллекторы и требовать, чтобы я лично связывалась с его родственниками, сбрасывали мне номера, номера отца и матери этого человека, требовали, чтобы я приехала в суд давать показания, точнее, давать показания в Киев, а потом после этого участвовать в суде. Вот. В общем, вот так вот это проходило. В день мне звонили около раз, наверное, 30. звонил автоответчик, который постоянно говорил о том, что вы порушили закон, вы порушили закон. Вот. А потом, когда я пыталась связаться с компанией, это был вот этот банк микрозаймов, и поскольку займов было несколько, то есть там вообще очень запутанная история, я не знаю, сколько лично этому банку он должен был. Вот. Но звонили мне из этого даже не банка, а вот микрозайма. И, точнее, я звонила туда. Вот. И требовала, чтобы они прекратили эти звонки, на что мне смеялись в телефон, трубку телефона, типа, Яна, давайте, ищите, ищите. Вот. Это прекратилось. Спустя еще, наверное, полгода мне лично позвонили из этого банка снова, извинились. Вот. И все прекратилось. В общем, было очень сложно. с чем это было связано? То, что они все-таки... Ну, я сейчас такую обывательскую лексику использую, но то, что они опомнились и перестали названивать вам по 30 раз в день и все-таки даже извинились. Это было связано с изменением законодательства, с тем, что вы дали показания, с тем, что вы наняли адвоката. Что послужило причиной? Ничего не делала, только вот в тот раз, когда я звонила, они еще сбрасывали несколько раз после того, как я попросила прекратить звонки, а потом мы с друг другом даже честно пререкались. И вот после этого почему-то все начало идти на упад. То есть с коллекторами это не первый раз я с таким сталкиваюсь. У меня еще подруга с таким сталкивалась, тоже ее знакомая взяла на себя какой-то займ, и ее назначила поручителем. И тоже девочки звонили, и коллекторы действуют, психологически давят, но если они понимают, что как бы ты сейчас надавишь и на них, то они как-то умеряют свой пыл, потому что очень действительно идет психологическая большая давка. Вы на закон нарушили, вы сядете, вы виноваты. И как бы некоторые люди на это даже и ведутся и погашают долг вместо заемщика. Мне кажется, что вас нужно было протитровать как девушка, которая надавила на коллектора. Скажите, Яна, какой бы совет вы дали тем людям, которые попали в похожую ситуацию? Что нужно делать, чтобы выйти все-таки сухим из воды, так как это получилось у вас? Знать законодательство. Не скажу, что я его отлично знаю, поэтому это урок на будущее всем нам. Знать законодательство и свои права. То, что когда вам звонят и говорят о том, где вы не были и чего не знаете, то как бы вы уже не привязаны к этому действию. То есть если кто-то брал кредит на себя и назначал вас поручителем, вы обязаны присутствовать были в этом моменте, задать свое согласие, подпись. Если это делали без вас, то как бы при чем здесь вы? То есть сразу надо понять, что это идет психологическая давка. То есть такой договор все-таки считается недействительным, и так говорят юристы? То есть вы тут ни при чем. И к тому же, когда вам звонят коллекторы, они начинают действительно вас обвинять, давить к этому тоже. Ты не подготовишься, но просто надо понимать, что ты не виноват и не бояться им, скажем так, не то чтобы дерзить, а сказать им о своих правах. Во-первых, узнать, вот это тоже действует, узнать контактные данные человека, который звонит. Они этого пугаются, как мы заметили. Вот, это если звонит человек. Если звонит робот, то сразу звонить в компанию, в микрозам, в банк, откуда этот робот как бы вам наяривает. Вот, но это единственное. Просто не бояться, потому что, если вы ничего не делали, вы не причастны, вас они не должны. С точки зрения законодательства вы защищены. Спасибо вам за то, что сегодня присоединились к нашей беседе, к нашему обсуждению, того, стоит ли брать или не стоит брать кредит. Ну и действительно, как сказала девушка, которая попала в эту ситуацию, стоит четко, спокойно и уверенно попросить представиться коллекторов, попросить назвать ту организацию, на которой они работают, назвать свои права. И если в данной ситуации вы с точки зрения законодательства правы, не бояться обращаться в суд, как говорил и советовал наш предыдущий эксперт. Чтобы эффективно решить любой вопрос, нужно сначала качественно его исследовать и понять. Именно с этой целью было проведено совместное исследование НАБУ и USAID по рынку кредитования в Украине. Среди населения Украины было проведено 807 интервью с помощью онлайн-опроса. В рамках данного исследования опрашивали аудиторию в возрасте 25-55 лет, проживающего в городах от 100 тысяч населения, которое составляет 18% всего населения Украины. Такая аудитория была выбрана потому, что она является целевым ядром потенциальных пользователей кредитных продуктов, в ходе исследования был получен ответ на вопрос, как решают украинцы проблему с нехваткой средств. Ну что же, основной источник финансирования это кредитный лимит по уже открытой карте. В частности, это характерно для таких ситуаций, когда недостаток средств на необходимые ежедневные покупки, потребительские товары, расходы в непредсказуемых обстоятельствах или для погашения другого долга. В общем, этот вариант наиболее понятный и удобный в оформлении и погашении. Но украинцы отмечают и определенные его минусы. В частности, невозможность получения нужного лимита и короткий срок кредитования. На втором месте по популярности стоит беспроцентный займ от знакомых или родственников. К этому виду займа чаще всего прибегают в непредвиденных ситуациях и для погашения другого кредита. Ведь кредитная линия от близких и знакомых имеет низкую стоимость. В то же время опрошенные считают, что обращаться к близким людям за деньгами им часто некомфортно и неудобно. Их можно понять. На третьем месте специально оформленный кредит в банке, который чаще всего используют для оплаты крупной покупки или на развитие бизнеса. И наш первый эксперт Кирилл Агданский как раз таки настаивал на том, что это самое правильное использование кредитных средств, которое только может быть. Давайте же узнаем, почему наши жители, жители нашей страны не используют такой формат страхования как финансовая подушка, а все-таки прибегают к кредитам. У нас на связи Надежда Михно, социолог-аналитик. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Доброго ранга. Давайте начнем сперва с того, что вы пишете портрет того человека, который берет кредиты. А потом мы вернемся к моему первому вопросу. Ну, по-перше, это может быть два портрета, так, как действительно заявил ваш попередний эксперт, есть разница между теми, кто берет кредит самым в этих точках митого кредитования и люди, которые уже залучены до банковской кредитной сферы, которые используются, ну, почти каждый из нас используется кредитной картой того или другого банка и окремо, возможно, используют кредитование от официальных установок. Это совсем два різных типов личностей. Действительно, зазначал и пан Авданский, что саме те люди, которые используются митевыми займами, митевым кредитованием, это безусловно люди, которые получают певный доход ниже средний, по мису а по краю. Навряд же, это особа, которая мает певную посаду, мает стабильную работу, например, працюет за контрактом або в официйной установке, оскільки, например, в таком випадке набагато легче вийти на безусловно роботу тавца, тим же самим колектором и таке инше. Совсем по-иншому выгадает людина, которая користуется кредитами от официйных великих банковских установ. Это уже окоплюет портрет среднестатистичного украинца, потому что среднестатистичный украинец активно используется кредитирование банковской карты, невеликими кредитами. Тут мы маем обмеженный вариант кредитирования ипотечного. На жаль, эта практика еще не сильно поширена в нашей стране. А среднестатистичные украины используются кредитными картками и это соответствует всем характеристикам среднестатистичного украинца. Некоторые социологи считают, об этом, кстати, говорил Кирилл, что ломбарды, быстрые займы это самый главный индикатор бедности страны. Вы поддерживаете такое мнение? Безберечно, я поддерживаю эту думку. Действительно, когда происходит ризкое увеличение к количества кредитований, это свидетельствует, что что-то в стране и не так. Вдруг, снижается ревень життя, инфляция и, соответственно, певный вакуум коштей у граждан выникает. И также это показатель еще низкой финансовой грамотности певной категории населения. Это действительно абсолютно повязанное между собой речи. В тот же час принципи користування среди социологов користування кредитами его можно пояснити и другими вариантами. Окрім тих ситуаций, которые описал пан Огданський, я с ними полностью погоджуюся, есть еще социологи говорят про теорию демонстративного споживания. Вона активно действует в краянах, которые развиваются, в краянах с нестабильной экономикой и распространено в основном среди молодей группы до середньо векового группы. Это когда демонстративное споживание, когда человек купит, купит товары, которые не отвечают официальным доходам. Это может быть товары милитного споживания, мобильные телефоны, какие-то вещи. И в большинстве случаев эта демонстративная споживание действует за счет кредитных пощадков для показателей своего статуса или соответствующей социальной группы, но это не подкреплено реальными доходами человека. То есть это показательное приобретение, показательное потребление, чтобы другие видели, что как все-таки много денег у нашего заемщика. Скажите, пожалуйста, у меня к вам последний вопрос. Вопрос будет, он не то чтобы риторический, но скорее философский. Почему все-таки граждане нашей страны не прибегают к такой финансовой подушке, к помощи финансовой подушке в сложных ситуациях? Почему у нас ее нет? А все-таки они решают пользоваться быстрыми кредитами, кредитными лимитами на кредитных картах и так далее. Ваше мнение? По-перше, отсутствие финансовой подушки в Украине в большинстве громадян повязано с тривалим часом, низким рівнем дохода, с недосить стабільной экономики. Відповідно, звідки візьметься ця финансовая подушка, якщо більше 40% своїх доходів, за даними Держстату, в минулому році, людина витрачає на продукти харчування, близько 12% на комунальні витрати, відповідно, майже не залишається коштів для заощадження. І результати досліджень, вони демонструють, що незначна кількість громадян країни заощаджує кошти, тобто створюють свою фінансову подушку, яку вона там або зберігає у банковських структурах, або вкладає у норихомість, або інші капітали вкладення здійснюються. І, відповідно, розширення сфери кредитування і користування тими самими кредитними лімітами на тортках, в основному, наприклад, також відбувається як споживчий, харчовий навіть кредит. І це також показник того, що в економіці країни проблеми, тому що витрачання значної біль, майже половини своїх доходів на продукти і харчування саме прозведе до того, що інші статті людей покривають кредитними коштами, або миттєвими, або вже більш офіційним, працюючи з банками. Надежда, я благодарю вас за те, що ви сьогодні присоединились до нашої беседі о кредитах. Нам дійсно важливо було ваше мнення. Тепер-то ми розуміємо, чому не фінансовая подушка, а именно кредит. В действительности це було мнення нашого. Соціолога-аналитика Надежды Михно, спасибо вам більше за те, що сьогодні утром були з нами. Ну, а ми наше утро продолжаємо. Тему кредитів будем заканчувати. Я надеюсь, каждый з нас сделал свої правильні виводи. Субтитрувальниця Оля Шор